Тагуардиан, Великобритания, получивший образование в Англии и русский поддерживает путинский режим, считает диссидент Патрик Уинтур, Тагуардиан, Великобритания. 15 ноября 2019 года. Дети российских олигархов знакомятся с традициями свободы в Соединенном Королевстве только для того, чтобы, вернувшись в Россию, укрепить диктаторское правление Владимира Путина. С таким резким заявлением выступил Олег Сенцов, украинский диссидент, отсидевший пять лет в российской тюрьме. Он также предупредил о том, что Путин мертвой хваткой держится за власть. Сенцов, наиболее известный политический заключенный в России, был освобожден в сентябре вместе с 35 украинцами в рамках резонансного обмена заключенными, когда были отпущены на свободу и россияне в таком же количестве. Сенцов, кинематографист и русскоговорящий уроженец Крыма, содержался в удаленной российской тюрьме пять лет, в течение которых он провел 145-дневную голодовку, которая едва не убила его. Он был приговорен к 20-му годам тюремного заключения в 2014 году за терроризм, а его неподчинение стало символом украинского сопротивления. Сенцов в ближайшее время будет лично присутствовать на церемонии, посвященной вручению ему премии имени Сахарова, которую европейский парламент присуждает правозащитникам. Это решение было принято в 2018 году. На этой неделе он также посетил Лондон для того, чтобы поблагодарить организацию Amnesty International, Amnesty International, за ее роль в его освобождении. Однако я не считаю, что они хотят бросить вызов российскому государству, поскольку это будет противоречить их интересам. Государство как раз и обеспечивает их существование. Именно оно позволяет оплачивать их обучение в Соединенном Королевстве. После завершения обучения они хотят вернуться в Россию и стать лидерами в составе более молодой элиты для того, чтобы все оставалось, как есть. Эти люди никогда не выйдут на улицы и не пойдут на баррикады. Британия должна больше сделать в борьбе с грязными московскими деньгами в Лондоне, поскольку коррупция является краеугольным камнем путинского режима. Это похоже на средневековый феодализм, при котором правитель наделяет влиянием тех людей, которые его поддерживают. Они не могут скрыться от персональных санкций. Он также представил суровую картину с участием Путина, пытающегося создать пародию на Советский Союз. Путин – очень коварный, циничный, беспринципный и злой человек. Маска миротворца, которую он сегодня носит, всего лишь маска. За ней скрывается лицо диктатора и убийцы. Это главная вещь, которую нужно понять, когда речь идет о нем. Он не хочет мира на Украине. Он хочет, чтобы Украина была на коленях, у его ног, подчеркнул Сенцов. Он хочет создать Советский Союз 2.0 – авторитарное государство с зоной влияния вокруг себя вдоль российской границы. Любого, кто пытается покинуть эту сферу влияния, он наказывает так же, как в Грузии и на Украине. Когда у него в распоряжении не остается политических опций, он использует военную силу. Он не ищет мира, он добивается подчинения, отметил Сенцов. По мнению Сенцова, то бесстрастное лицо, которое показало России в момент, когда ее разведывательное агентство ФСБ было поймано на месте преступления при попытке отравить Сергея Скрипаля представляет собой просто микрокосм того, как Путин отрицает свою роль в убийстве тысяч украинцев. В целом, по словам Сенцова, Россия движется от авторитаризма к тоталитарному государству. Там уже начали устанавливать контроль эры, подслушивающие интернет-трафик в России. Правительства, средства массовой информации и социальные организации – все они работают на Путина. Единственная вещь, которую Путин не контролирует – это интернет. По словам Сенцова, его часто спрашивают после освобождения, где он брал силы для сопротивления, даже когда ему было известно о том, что другие заключенные подвергаются пыткам. На этот вопрос пока он не может дать ответа. Тюремщики видели во мне идеологического врага. Они всячески пытались сделать мою жизнь невыносимой, сказал он. И добавил, для меня было очень важно понимать, что я не один, и что люди меня поддерживают. Каждое письмо с пометкой «Мнести интернешнул» было для меня как проблеск надежды. По словам Сенцова, проведенное им в России время заставило его изменить мнение о том, что Путин может потерять власть. В тюрьме я в течение продолжительного времени имел возможность познакомиться с русским сознанием. И, к моему величайшему удивлению, оказалось, что люди на самом деле верят Путину, даже в тюрьме, где их жизни разрушаются и уничтожаются. В результате продолжавшегося в течение 20 лет промывания мозгов и антизападной пропаганды. В сфере российских средств массовой информации существует только один человек – Путин, и только после него все остальные. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.